Здравствуйте, уважаемые слушатели! Большинство граждан нашей страны законопослушные люди. Они хорошо понимают, что строгое выполнение установленных норм, уважения к закону, является основой благополучия каждого отдельного человека, всего нашего государства и общества в целом. Вместе с тем в обществе есть люди, которые совершают противоправные действия. И для того, чтобы успешно бороться с правонарушениями, каждый из нас должен знать требования законов, выполнять их и ясно осознавать, что отступления от них будут наказаны. Поэтому вашему вниманию предлагается тема «Основы административного права». В ходе изучения темы вы познакомитесь с такими понятиями, как административное право, «Административное правонарушение». Вы научитесь характеризовать признаки административного правонарушения. Вы сможете объяснять и приводить примеры видов административных взысканий. В конце изучения темы постарайтесь ответить на вопрос, может ли стать действие и бездействие лица правонарушением. В государстве осуществляются различные виды деятельности, в том числе и управленческая. Эта деятельность регулируется особой отраслью права – административным правом. Это отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе организации и осуществления государственного управления. Нормы административного права имеют свои особенности, главная из которых заключается в том, что предписания норм административного права всегда носят императивный, то есть строго обязательный характер. Нормы административного права охватывают все сферы жизни общества, в которых осуществляется государственное управление. Например, государственное управление в сфере экономики включает управление промышленностью, сельским хозяйством, строительством, торговлей, транспортом и т.д. Значительная часть органов государственного управления относится к органам исполнительной власти – Совет министров Республики Беларусь, исполнительные комитеты, местные администрации. Другие государственные органы, например, судебные органы, в соответствии с нормами административного права организуют работу в системе подчиненных организаций внутри своего органа. Также с помощью норм административного права осуществляется государственный менеджмент, определяются задачи органов, распределяются полномочия, осуществляется государственная служба и т.д. Субъектами административного права являются граждане, органы государственной власти, например, правительство, министерство, государственные служащие в официальной форме, выражающие волю и интересы государства. Все они наделены правами и обязанностями административно-правового характера, которые закреплены в Конституции Республики Беларусь и Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Поведение людей в обществе бывает как правомерным, так и неправомерным, противоправным. Административные правонарушения являются одной из разновидностей противоправного поведения граждан. Административное правонарушение – это противоправное виновное деяние действия или бездействия физического лица, а равнопротивоправное деяние юридического лица, за которое установлена административная ответственность. Давайте отметим основные признаки административного правонарушения Каждый из вас, конечно, понимает, что административное правонарушение – это всегда определенное деяние в форме действия или бездействия Это деяние антиобщественное и противоправное, то есть нарушающее какие-либо нормы права Конечно же, общественная опасность отдельных поступков не такая серьезная, например, безбилетный проезд в транспорте, как опасность преступления Однако в совокупности даже незначительные деяния влияют на поведение других людей и наносят вред обществу Обязательным признаком административного правонарушения является виновность совершенного деяния Вина выражает осознанное отношение человека к содеянному и его последствиям Поэтому для признания деяния, действия или бездействия правонарушением надо установить, что оно совершено осознанно, то есть явилось следствием деятельности человека, находящегося в здравом уме Не может оцениваться как правонарушение административно наказуемое деяние, совершенное лицом, страдающим расстройством психики, например И не способным руководить своими действиями, отдавать в них отчет Административным проступком может быть признано только такое поведение, которое запрещено нормами административного права И за совершение которого предусмотрена административная ответственность, то есть деяние, действие или бездействие административно наказуемо В 2016 году в Минске на улице Октябрьской в рамках фестиваля в улице Бразил Бразильским художником Рамоном Мартинсом создан мурал, посвященный охране животных В каком случае рисование граффити будет рассматриваться как создание арт-объекта, а в каком – как совершение хулиганских действий Кто будет нести ответственность за рисование на стенах и хулиганские граффити, сделанные несовершеннолетними? Административные правонарушения неравнозначны по своей природе Есть незначительные правонарушения проступки, например, переход дороги в неположенном месте За совершение такого правонарушения сначала применяется предупреждение Оно заключается в письменном предостережении лица о недопустимости совершения новых правонарушений Но если, несмотря на предупреждение, этот человек повторно в течение года совершит такое же правонарушение Тогда его уже привлекут к административной ответственности Также существуют значительные правонарушения, например, оскорбления В зависимости от ситуации, при совершении такого правонарушения, может применяться предупреждение и даже наступать административная ответственность Также есть грубые правонарушения, например, мелкое хищение За совершение такого правонарушения сразу наступает административная ответственность. Нужно различать административные правонарушения и уголовно наказуемые деяния, то есть преступления. Они бывают схожи. Однако главное их различие заключается в степени общественной опасности. У преступлений она намного выше. Например, простая нецензурная брань в общественном месте является административным правонарушением, а в то время как нецензурная брань, которая сопровождается повреждением имущества, насилием или угрозой его применения гражданам, уже является преступлением. Административные правонарушения и преступления отличаются также по степени суровости применяемых за их совершение мер ответственности. За совершение административных правонарушений предусмотрена административная ответственность. Это разновидность юридической ответственности, которая выражается в применении государственными органами, их должностными лицами, к лицам, совершившим административное правонарушение, особых мер принуждения, административных взысканий. В Республике Беларусь административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения, возраста 16 лет. Однако заряд правонарушений административная ответственность наступает по достижении лицом 14 лет. За административные правонарушения предусматриваются различные виды взысканий, основные и дополнительные. Среди основных взысканий – штраф, общественные работы, административный арест. Одно из наиболее строгих наказаний – это административный арест. Он заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток, а за отдельное нарушение – до 30 суток. К дополнительным взысканиям относят конфискацию, взыскание стоимости, запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Как к основным, так и дополнительным видам взысканий относят лишение права заниматься определенной деятельностью и депортацию, выдворение за пределы Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства. Но не все из перечисленных взысканий применимы к несовершеннолетним. Так, лицам, не достигшим 18 лет, не может быть назначен административный арест или общественные работы, а размер штрафа не может превышать двух базовых величин. В отношении несовершеннолетних широко применяются меры профилактического воздействия как альтернатива административной ответственности. Среди них разъяснение законодательства, обязанность принести извинения, обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга. Административные взыскания и меры профилактического воздействия применяются широким кругом государственных органов и их должностных лиц, судом, административной комиссией, комиссией по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел и так далее. А сейчас я предлагаю остановить просмотр и порассуждать, в какой из описанных ситуаций применяется административное право. Почему вы так считаете? Ольга была уволена с работы за невыполнение возложенных на нее договором обязательств. Николай ловил рыбу в запрещенном для ловли месте и был оштрафован сотрудником правоохранительных органов. Петр не захотел подчиняться воле заказчика и не стал достраивать дом по его проекту. При наложении административного взыскания и применении мер профилактического воздействия учитывается характер совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, личность нарушителя, степень его вины, характер и размер причиненного правонарушением вреда. В отношении несовершеннолетнего принимаются во внимание также условия его жизни, уровень развития, влияние на его поведение родителей, членов семьи старших по возрасту лиц и поведение самого несовершеннолетнего по месту учебы и работы. А сейчас я предлагаю проанализировать статью 18.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и сделать вывод относительно применения мер административного взыскания в зависимости от конкретных обстоятельств совершения правонарушения. Итак, вы познакомились еще с одной из отраслей права административным правом. Конечно, хотелось бы, чтобы в нашей жизни не было места ни административным проступкам, ни уголовным преступлениям и соответствующим наказаниям. Но для этого каждому нужно быть ответственным за свои действия, знать и выполнять требования закона. А теперь ответьте на вопрос, заданный в начале изучения темы. Может ли стать действие или бездействие лица правонарушением?